О том, как прошло торжество по поводу 30-летия кукольного театра «Кудесник», узнали сегодня слушатели авторадио из первых уст от директора уникального коллектива Светланы Васильевой. Великолепно. Долго ждали этого дня, но великолепно. По идее-то у нас юбилей 28 марта, но так получилось, что мы его переносили, переносили, переносили и наконец-то не перенесли. Мы поставили новый спектакль, выпустили премьеру, наши друзья подарили нам автобус. Новый автобус, подаренный театру партией «Единая Россия», позволит труппе гастролировать по всей области в более широком составе и с полным комплектом аппаратуры и декораций. В принципе, теперь можно и не только по области. Мастерство кукловодов из ЯО интересно зрителям других регионов, где не развит уникальный нынче кукольный жанр. У нас на этот год были запланированы обменные гастроли с Якутском. В Якутске нет кукольного театра, но у них есть тюз. Вот тюз бы приехал к нам, а мы бы с ним с куклами, потому что они очень хотели котёнка Гава, спектакль, который у нас есть в репертуаре. Несмотря на антиковидные мероприятия, которые серьёзно затруднили работу театра в его юбилейный год, в репертуаре всё же появился новый спектакль «Мальчик Бебели» по мотивам еврейских сказок. Побывавшие на премьере уже хвалят постановку за оригинальные инновации. Спектакль можно увидеть в ближайшие выходные 5 и 6 декабря. Если сказки бытовые у еврейского народа, то мы использовали бытовые предметы. То есть у нас один разбойник – это кастрюля, второй разбойник – это подушка, которую они там нашли в этой комнатке у мамы Розы. Великан у нас сделан из стула, глазки у него в зонтике. Светлана также рассказала о стартовавшей работе над новогодними идеями, с реализацией которых есть сложности, пока ковид не побеждён. Отметила и текущие хозяйственные проблемы. Театр молод, но здание его старо. Необходим ремонт крыши, чтобы уберечь от дождей и тающего снега новейший и очень красивый зрительный зал. Полная запись эфира с главной кудесницей на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин, Новости 21.